привет всем кто изучает немецкий язык меня зовут анжелика я преподаватель немецкого языка вы часто в комментариях задаете мне вопросы и один из них звучал а как можно выразить мысль к если я хочу использовать много глаголов хочу напомнить вам самое самое главное правило немецкой грамматики и она гласит одно действие то есть один глагол одно предложение если вы хотите еще какой-то мысль и еще сложно сформулировать свои какие-то ваши идеи пожалуйста но для этого нужно помнить что нам нужно резать до резать это я так смешно всегда называю своим ученикам они понимают о чем речь то есть каждому глаголу отдельная как бы комнату для проживания отдельное предложение но сегодня в этом видео мы возьмем с вами три исключения это такие сложные глаголы то есть как бы автономных два глагола которые все-таки будут жить в одном царстве государстве король царь бог глагол и вот каждому мы будем создавать сегодня конструкцию и исключения то есть три сложных глагола которые все-таки живут в рамках одного предложения и начнем мы самого популярного распространенного чаще всего используемого это gain gain ходить все хорошо но когда мы делаем соседство с другим каким-то автономным глаголом например идти спать чувствуете мы же идем и еще и спим и вот как раз все 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 связочки то есть все что мы будем связывать сейчас с вами потренируем с глаголом с первым глаголом gain например schlafen gain это будет образовываться как бы абсолютно новое значение новый инфинитив вот такой формы но в нем мы распознаем два глагола эссенгейн кохенгейн анпрубируем гейн да то есть пойти примерить что-то и пусть будет анпрубируем то есть мы что-то примеряем и мы идем примерять вот мы получили с вами инфинитив в котором распознаем два автономных глагола и она будет как бы при построении делать наш любимый крестик люблю махать в каждом видео то есть у нас получается не я сплю ходить а я иду кушать он идет спать их геи а инклайт анпрубируем то есть я иду платье где-то там в супермаркте бутики примерить как бы на себя попробовать давайте попробуем еще сделать несколько примеров ну пусть будет schlafen gain идти спать тенденция крестика вы поняли что не я сплю ходить мы должны как бы как обычно всегда поменять местами все то же самое как в нашем языке он идет поздно после работы спать то есть он идет вот мы и взяли наше сегодняшнее исключение эргейт но теперь мы хотим дополнить информацию эгейт ходите спеть а нафте а вайт снафин и позиция второго глагола в нашей формуле когда два есть каких-то сложных частей сказуемого всегда будет стоять в конце пункт . после него больше ничего никогда уже никаких дополнений не ставьте и конечно же второй глагол мы не изменяем мы же тоже так не используем он идет спит нам достаточно понимание до спрягается то что на втором месте стоит вот он координирует показывает о ком идет речь если мы идем кушать в ресторан сегодня вечера давайте попробуем снг вот вроде бы два автономных глагола но сегодняшнее слово gain является исключение которое такое альтернативное позволяет в одном царстве государстве еще с кем-то совмещать вот одну конструкцию одно предложение веге им ходите ногти обойт он зэкс о н-рестаан сн то есть мы идем ля-ля-ля уточнили как бы вороночку между ними да и теперь кушать просто вот такая начальная форма любимое предложение когда мы идем гулять гулять это шпатиры но мы-то идем это дело действия спортивен гейн это инфинитив да мы видим теперь тут два отдельных больших глаголов но мы же не говорим я гуляю уходить квать хочу степуха ерунда крестик то есть я иду ты идешь мы идем вегей хоть и и нн пак спортивен то есть от глагола спортивен гейн когда строите предложение мы гейн естественно ставим на место спрягаемого показывает кто это делает а второе его усилит куда мы идем как что именно делать и отсюда кстати спортивен ганг существительная да то есть это уже сама прогулка спортивен прогуливаться и генгинги гангин вот такой как прогулка ход это было первое исключение то есть запомните любые мысли как бы комплектующего такое большое сложное сказуемое могут смириться в одном предложении с глаголом гейн украины стиле индивидуальный фрейм второе такое же сложное слово сложный глагол сложный потому что в нем сейчас будет опять два компонента и второй глагол это кеннен лерным давайте посмотрим на них автономно сначала на каждый из них кеннен это знать да то есть если вы спрашиваете кен студен ман тебе известен знаком ты с ним лично знакомых на иных кины и них нет то есть я его не знаю он мне неизвестен незнакомец до кеннен и тут же еще лернен ну вот мы же с вами и берли от миндавич мы учим немецкий боже шутцы такие кеннен знает лернен учить и вот теперь вместе соседство двух этих глаголов породила такой отдельный автономный новый отдельно его запоминаем как новое слово глагол и это знакомиться то есть я как бы учу кого-то чтобы его знать от на это если так утрированно до попробовать перевести и все-таки запомнить его как бы совместно но у нас же сегодняшняя тема два глагола как вместе это второе исключение и чтобы построить предложение делаем крестик и хлебные кеннен да то есть я знакомлюсь вот такой перевод человеческим языком можете сразу себе параллельно запоминать кстати ахтунг ахтунг еще с этим глаголом раз мы уже сегодня с ним столкнулись для себя красной пастой прям восклицательный знак поставьте он очень противоречит нашему языку потому что обычно мы говорим я знакомлюсь с ним с не с кем-то дает и все автоматически делают грубейшую ошибку и берут предлог мид но нет на и но ни в коем случае просто переключайтесь это не с кем-то знакомиться потому что немецкий верб дочь и свои об кеннен лернен он аккузативный то есть он управляет кого что нам нужен аккузатив и теперь если мы хотим построить предложение он знакомится со мной это у нас но мы теперь пробуем жду ваш ответ рейхтик и он лернт мих кеннен ван лернс ду ин кеннен когда ты с ним познакомишься ван мы хотим узнать время теперь кеннен лернен мы порезали сделали крестик ван лернс ду ин его до кого что айнен ман оде айнен нах бар да то есть когда ты с соседом как бы познакомишься ван лернс ду динах бакеннен когда ты с этим соседом уже с хочется сказать но мы его сегодня вычеркнули ахтунг ахтунг то же самое если в прошедшем времени тогда мы будем тоже разделять и хабы инс он кенн галернт кенн ге лернт ван хазду зи кенн галернт а когда ты с ней познакомился да то есть мы видим автономная одиночная зи кого что ее но естественно переводим нашем языке с кем-то ну кстати сам вопрос а с кем ты знакомишься это у нас а по-немецки знаю что он кого что кого что акузативный с кем ты сегодня вечером познакомишься и отрезали запишите себе блокнотик чтобы у вас прям визуализация да сразу все пришло по полочкам ну и третий последний глагол который будет также уживаться одновременно в одном предложении с другим действием это юбин наверняка вы изучая немецкий язык знакомый со словом юбунг шо ци таки юбунг это как упражнение да то есть вы тренируете полученные какие-то знания закрепляете их и любим это как бы тренироваться упражнять но иногда даже что-то делать а как работу выполнять и теперь юбин мы тренируемся например готовить и инфинитив будет кахен и то есть я как бы тренируясь моей дочкой упражняю это готовку до готовить пусть будет еще например он тренируется плавать да то есть он учится этому плавать это швимин и теперь швимин и бен хоп и образовал вот такой автономный отдельный глагол но мы не можем два глагола да вот на одно второе место бах трах тарарах поставить каждому отдельному человечку отдельный стульчик отдельное кресло место одно вдвоем троем десять компонентов не могут быть на одном втором месте и теперь вы уже осведомлены вы видите юбин и швимин разные глаголы швимин юбин чтобы построить предложение крестиком и поставили все на свои места и а юбк мид зайным фата швимин то есть он тренируется со своим папой плавать второй глагол не изменяем не спрягаем инфинитив поставили в самом конце пусть будет получать навыки шитья да это не и их мак нэйн дас из майн липлингс хобби и хобцу хаузы филины и машины он техними а им а алис зельб спусты их и бен да то есть перед тем как я это научилась делать мне нужно было тоже тренироваться делать упражнение затачивать этот навык юбин и теперь нэйн юбин то есть как бы тренироваться шить и теперь в юбсту нэйн где ты тренируешься шить да то есть где ты упражняешься это делать нэйн шить кстати как будет свейная машина напишите пожалуйста в комментарии машины женский род она как у нас ди кофе машины деваш машины дешпюль машины и теперь кстати дебор машины это дрель а шитье у нас будет нэйн и жду в комментариях название швейной машинке и крайне стиле пендер на фрей и это будет в принципе первой частью использование двух глаголов одновременно обязательно подпишитесь чтобы не пропустить следующую вторую часть которая будет посвящена уже другой конструкции да там тоже будут два глагола несколько но там мы будем резать и будет уже другой принцип например их фанги он сунэйн их фанги он хоть и абэнцу нэйн но эта тема уже следующего видео там где мы будем использовать сузат су инфинитив зац обязательно ставьте лайк жду ваши комментарии на этом все с вами была анжелика чусь пока пока